Всем привет! Сегодня мы поговорим о комнатных растениях, которые мы можем поставить в детскую комнату. Вот как не заблудиться в таком большом количестве цветов, какие цветы могут нанести вред ребенку, сегодня я вам всех расскажу. Первое почетное место в этом списке занимает вот такой маленький труженик. Я считаю, что равных ему просто нет. Называется он хлорофитом. Хлорофитом уникален тем, что он борется не просто с вирусными заболеваниями, но еще и он нейтрализует, если у вас окна выходят на дорогу, нейтрализует выхлопы всех вот машин, проезжающих около вас. И также вот эта вот помощь вам, вот такая красавица хризантем, она тоже нейтрализует выхлопы от машин. Еще доказано, что если в вашей комнате имеется один или два вот таких цветочка, то вероятность того, что вы заболеете гривом, сводится к минимальному. Вот такой удивительный цветок. Второе почетное место, я считаю, что занимает вот эти цитрусовые маленькие деревца. Вы можете приобрести уже вот такое готовое деревце, а можете вместе с ребенком вырасти свое деревце из семечки и будете наблюдать, как растет и развивается ваш маленький помощник. Совсем не обязательно, чтобы ваше цитрусовое дерево плодоносило. Можно и без плодов, так как листья и листочки у этого дерева волшебные, выделяют такие эфирные масла, которые создают неповторимую атмосферу в доме и опять-таки сражаются с микробами, бактериями. В помощь мам еще идет драцена. В чем ее интересное свойство? Она способна нейтрализовать все выделяемые нашими клеем, которые содержатся в мебели, формальдегиды. То есть вот представляете, такой вот маленький кустик, а пользы сколько? Если один из родителей имеет пристрастие табак к курению, то в помощь вам идет вот такое деревце шифлера или зонтичное деревце. Она способна нейтрализовать смолы, выделяемые, содержащие в сигаретном дыме. Еще такое растение, как толстянка, в простонародье называется, которое денежное дерево, можно тоже разместить в детской комнате. Уникальность этого растения заключается в том, что у него настолько мощная энергетика, я бы ее размещала во всех комнатах. Энергетика такова, что она может просто способствовать улучшению общего микроклимата комнаты, а также улучшению работоспособности всех членов семьи. Маленькое дерево Мирт тоже заслуживает вашего внимания. Эфирные масла, которые оно вырабатывает, борются со всеми вирусными заболеваниями и также создают красивую атмосферу в спальне или в детской комнате. Растение, о котором мы говорим, да, в детской комнате, это цикламен. Он обладает удивительным способом. Он успокаивает нервную систему ребенка. Если ваш ребенок гиперактивный, поставьте комнату цикламен. Еще удивительными свойствами обладает такой старый уже известный цветок, как пеларгония. Но многие родители говорят, нет этого цветка, потому что листья его содержат довольно-таки резкий аромат. Но тем не менее пеларгония это тоже уникальное растение, которое нейтрализует все бактерии, содержащие в вашем, вредоносные бактерии, содержащие в воздухе, а также оно и можно лечить насморк. Если ваш ребенок школьник, поставьте в его комнате папоротник. Энергетика, которую вырабатывает это растение, способствует улучшению концентрации внимания при сильных умственных нагрузках. Таким растениям, как мирт, бегония, спацифилум, мы говорим тоже да, потому что они тоже являются добрыми растениями и годятся для детской комнаты. Если в семье у вас все работают и учатся, то ваш цветок толстянка, он просто вам жизненно необходим. Именно толстянка, у нее настолько сильная энергетика, которая способствует насыщению у вас положительной энергией, скажем так. Помните, что цветы в детской комнате не должны иметь резких запахов. Поэтому выращивайте вот такие добрые цветы, которые не только украсят ваш интерьер, но и создадут такой добрый климат в вашем доме. Всем до свидания, оставайтесь с нами. В следующем ролике я расскажу о том, какие цветы не должны находиться в детской комнате.